Девушки отдыхают Первым на моем пути встал Винни Гоните, мелкая сошка из тех, кто срывает злость на девочках по вызову. Узнав у него все, что нужно, я оставил его истекать кровью. Потом в ночном клубе «Рагнарёк» я встретил Монну Сакс, наемную убийцу. У нас была одна цель, муж ее сестры – сволочь и садист. И меня тянуло к ней вопреки всему. Затем я заключил сделку с Владимиром Лемом. Он помог мне добраться до шефа мафии только для того, чтобы я понял, что прыгнул выше головы. В деле было замешано правительство. А потом некий Альфред Уоден раскрыл мне имя моего врага – Николь Хорн. Уоден и Хорн оба входили в тайное общество под названием «Внутренний круг». Это она стояла за торговцами Валькирии и за убийствами. Оказалось, что моя жена случайно видела документы, подтверждавшие вину Хорн. Уоден обещал мне, что избавит меня от суда, если я уберу Николь. Я шел по следу, а заместитель моего начальника Джим Бравура шел за мной по пятам, по оставленным мною гильзам. Я давно перестал слышать звуки выстрелов. В моих ушах звучал лишь плач умирающей Мишели. Мона присоединилась ко мне в этой войне и получила из-за меня пулу. Ее тело скрыли от меня двери уезжавшего муфта. Я убил Николя. Я сдался полиции. У меня хватало улик, и я знал, что Уоден сдержит слово. А я? Я лгал себе, что все закончилось. Но я был жив, а моя семья мертва. До конца было еще далеко. Субтитры сделал DimaTorzok